Здравствуйте! Графен. Слышали такое слово? Вот не так давно Нобелевскую премию дали за изучение этого замечательного материала. Это очень простая вещь. Помните, есть такая вещь, так сказать, графит. Слои шестиугольные такие, слои, вернее, из расположенных вершин шестиугольника атомов углерода. Да, вот графит. А это вот один такой слой. Один такой слой тонкий. Очень необыкновенный в теоретическом отношении. Он противоречит некоторым положениям теоретической физики. Ее пришлось подправить. И это замечательная вещь для создания новых устройств. Вот об одном таком устройстве я сегодня хочу вам рассказать. Графеновый, хотел сказать, аккумулятор. Нет, конденсатор. Все-таки речь идет о конденсаторе. Значит, речь идет о конденсаторе, который поразительно похож на так называемый электролитический конденсатор. Вот, помните, электролитический конденсатор, его конструкция. Слои тоненькой фольги и между ними тоненькая бумага. Тоненькие слои бумаги отделяют друг от друга тоненькие слои, вроде бы как фольги, слои конденсаторные. Не совсем так. Дело в том, что в случае вот этого аккумулятора в качестве одного из электрода выступает электролит. А в качестве изолятора играет роль не бумажка. Бумажка только место для пропитки, да? А играет роль тоненький-тоненький слой оксида на поверхности алюминиевой фольги. Вот он. Вот поэтому такая тоненькая-тоненькая алюминиевая фольга. Всем хорошо, кроме пустяка. У него, понимаете, слои в фольге, они все-таки тоненькие. Проводимость небольшая, большое сопротивление. И в случае больших разрядных токов он может сгореть. Вот так вот выглядели наши классические вот эти вот электролитические конденсаторы. Вот времен моего детства, времен моей молодости. Сейчас их стали делать несколько иначе. Вот эта вот, так сказать, крышечка у них, да? Видите, такая разрезная, так сказать, надрезана. Как у гранаты F1, да? Вот если вдруг большой ток разряда идет, много выделяется тепла в этих тоненьких-тоненьких проводящих пластинах, и бум, значит, перегрев, взрыв, ну, чтобы не взорвало, просто вскрывается и все, да, вскрылся. И тут, значит, поперло все вот это вот, потроха вылезли наружу, загадили всю аппаратуру. Но зато вот не произошло взрыва. А раньше бабахали они, да. Такие банки конденсаторные лопались. Так вот, чем отличается графен, графеновый конденсатор? Дело в том, что, давайте так вернусь немножко к этому электроэлектрическому конденсатору. Значит, в качестве одной обкладки конденсатора выступает фольга, в качестве роль изолятора играет тонкий-тонкий слой оксида, а роль второго, значит, проводника играет поверхностный слой, двойной электрический слой. Электролит, электролит, это вещество в растворе, проводящее электрический ток. И вот в этом электролите, в нем могут, например, находиться, так сказать, полярные молекулы. Вот эта полярная молекула, значит, вот, например, к отрицательно заряженной пластине повернулась своим положительным концом, да, вот он, минус, плюс, да, понятно получилось, что вот он такой, вот этот вот двойной электрический слой. Так вот, еще давно, по-моему, годы в 60-е была реализована идея с конденсатором, в котором электроды были выполнены из пористого графита, скажем так, из пористого углерода. Не совсем понятно был принцип работы его, да, но речь-то здесь шла о чем? О том, что один электрод – это, значит, углерод, он проводит электричество, а другой электрод – это вот тот самый двойной электрический слой. То есть очень тоненький, огромные емкости можно получить. В графене это вообще замечательно, такая пленочка графеновая в один слой атомов, да, кстати, идеальная структура для того, чтобы получать очень большие емкости, и, соответственно, заряжать очень большими энергиями до очень большого заряда, да. Ну, их предлагается использовать даже вообще в автобусах, которые перезаряжать надо будет на каждой остановке, кстати. Это не очень удобно, но, в принципе, видите, уже возможно. Вот такие чудеса. Удачи вам, всех вам благ.